Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. И так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зима окончательно наступила, и для самарца еще могут рассчитывать на потепление. Синоптики сделали прогноз на ближайшие несколько дней. Увидеть привычное под новым ракурсом. В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Самарский взгляд». Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с руководителями ресурсоснабжающих организаций. Напомню, в этом году отопительный сезон стартовал 27 сентября. За две недели теплом были обеспечены более 10 тысяч многоквартирных домов. Вопрос с подачей отопления контролировался в круглосуточном режиме администрации города. Аварийные ситуации, связанные со вскрытием теплосетей, решались адресно. Несмотря на то, что в городе еще остаются локации, на которых идут работы по восстановлению подземных теплоносителей, более 5 тысяч объектов уже готовы к работе, а прилегающие территории благоустроены. Глава города распорядилась не затягивать с восстановлением оставшихся вскрытий. Территории у домов, вблизи которых идут работы по обновлению теплотрасс, должны быть приведены в порядок, а обращения жителей города, связанные со вскрытиями, должны отрабатываться в кратчайшие сроки. Городские и областные власти в непрерывном режиме работают с жителями, чьи дома оказались на пути строительства метро. Задача сделать так, чтобы самарцы получили равнозначные по метражу квартиры. Для этого на региональном уровне сделаны поправки к закону, которые позволяют выделить субсидии тем, кому не хватает компенсационных средств на покупку нужного жилья. Руку на пульсе держит и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об итогах очередной встречи с жителями расскажет Михаил Ермоленко. Власти Самары активно занимаются вопросом расселения жителей, чьи дома оказались на пути строящейся новой станции метро «Театральная». Согласно федеральному закону за жилье, которое отчуждается государством, положена компенсация. Но дома, которые подлежат сносу, зачастую относятся либо к ветхому фонду, либо аварийному. Поэтому рыночная оценка находящихся в них квартир невысока. Чтобы самарцам хватило средств на покупку равнозначному по метражу жилья, на региональном уровне был разработан и принят закон. Он позволяет улучшить жилищные условия десятков самарских семей при изъятии для государственных нужд объектов имущества. Объем средств, компенсации и дополнительных выплат превышает нормы, предусмотренные федеральным законодательством. Благодаря этому решению, собственники, у которых это жилье единственное, смогут получить не только компенсацию, исходя из проведенной оценки, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиры аналогичной площади. Именно в такой ситуации оказалась Валентина Шведова. После обрушения стены в доме номер 153 по улице Галактионовской, где находится ее квартира, Валентина переехала в маневренный фонд. О своих опасениях она рассказала на очередной встрече с жильцами. В обсуждении участвовали первый вице-мэр Владимир Василенко, глава Ленинского района Елена Бондаренко, глава департамента имущества города Андрей Белоклоков, правоохранительные органы и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Обстоятельства у всех жителей домов, попавших под расселение, разные. У кого-то это не единственное жилье, а кто-то владеет лишь долей. У нас стали появляться случаи, когда у людей не иное жилье, а доли в ином жилье. И эти доли, конечно же, не являются крышей над головой. Поэтому будем сейчас просить нести изменения в информативные акты областные о том, чтобы, если речь идет о доле, и площадь этой доли не позволяет человеку обеспечить жилье, то тогда он тоже должен под эти меры социальной защиты попасть. Первый вице-мэр Владимир Василенко предложил с каждым жителем встречаться отдельно и поручил организовать в администрации Ленинского района площадку для обсуждений. Там с самарцами будут работать специалисты Министерства строительства и представители районной и городской властей. Попасть на прием можно будет ежедневно с 9 часов утра. Как отметил первый заместитель главы Самары, такой подход позволит быстрее решить все вопросы. Я предлагаю, лучше пусть это будет вот условно, неделю, индивидуально каждому, о том, что губернатор говорит, и потом выходить на принятие по каждому решению. Каждый случай будут рассматривать индивидуально. Ни один житель не останется без внимания. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Под надежной охраной в микрорайоне Новая Самара появился опорный пункт полиции. Его разместили в одном из жилых домов в первом квартале. На торжественном открытии побывали заместитель областного главка полиции, генерал-майор Юрий Сафронов, полковник полиции Дмитрий Урюпин, глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. По какому графику будут работать участковые и с какими вопросами можно обратиться в опорный пункт, узнала Ольга Павлова. По-настоящему торжественный момент, которого жители микрорайона особенно ждали. Теперь жители Новой Самары под надежной охраной. Первый опорный пункт полиции открыт 17 ноября, в день образования службы участковых и полномочных полиции. Не надо искать ни телефон, ни ехать в райотдел, куда-то там территориальные органы отдаленные, а здесь на микрорайоне подойти и обратиться с своими проблемами, с теми заявлениями, сообщениями, которые будут в свое время приняты, зарегистрированы и рассмотрены. Опорный пункт полиции разместили в одном из жилых домов в первом квартале микрорайона в шаговой доступности от населения. Помещение отремонтировали и оборудовали по всем современным стандартам. На входе установили пандусы для удобства маломобильных граждан. Работать в опорном пункте будут участковые посменно до 10 часов вечера. Кроме того, во вторник, четверг и субботу здесь будут проводить прием граждан. Обеспечение непосредственной безопасности ложится на наши плечи. И чем мы ближе находимся к людям, тем адекватнее и быстрее окажется наша реакция на безопасность. Планируется, что в будущем в микрорайоне Новая Самара будут проживать до 25 тысяч жителей. Исходя из этого, развитие инфраструктуры, строительство дошкольных, общеобразовательных учреждений и объектов социальной сферы в администрации Самары уделяют особое внимание. В 2018 году здесь открылся детский сад, а в 2021 в эксплуатацию была сдана школа, которая в том же году приняла своих первых учеников. Опорный пункт полиции стал первым в микрорайоне. Было многократное обращение граждан по поводу организации пункта полиции, которая будет непосредственно в близости от жилья, чтобы любой гражданин имел возможность в кратчайшие сроки обратиться к своей проблеме в пункт полиции. Он очень важен как и для работы администрации, так и для населения, потому что участковый полномоченный, конечно, должен иметь наикратчайшую связь с людьми. Свои первые вопросы жители микрорайона Новая Самара начали задавать сразу же после открытия опорного пункта. Один из жителей обратился с просьбой установить дорожные знаки вблизи детской площадки. В решении этого вопроса полицейские пообещали помочь. Ведь о безопасности самых маленьких жителей города нужно думать в первую очередь. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Япония в октябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 804%. Об этом говорят данные Министерства финансов страны. Также вырос экспорт комплектующих для компьютеров. По сравнению с октябрем прошлого года объем ввозимых в Россию компьютерных деталей увеличился на 340%. Экспорт автомобилей из Японии в октябре вырос почти на 21%. Однако министерство заявило о снижении объемов экспорта генераторов, аудио- и видеоаппаратуры. Думать о тех, кому нелегко. Депутаты Самарской губернской думы навестили семью инвалидов. Узнали, в какой помощи нуждаются две одинокие женщины. Приехали не с пустыми руками. Тему продолжит наш корреспондент. Сестер Ираиду и Нину Болотниковых объединяют не только родственные узы и преклонный возраст. Обе серьезно ограничены в передвижении. Проводят дни в границах собственной квартиры. Родственников у них нет. С домашними хлопотами помочь некому. Приготовить обед только половина дела. Сложнее всего дается стирка. А ее очень много. Одна из женщин лежачая. Руками столько белья не перестираешь. Депутаты подарили семье стиральную машину. Вы посмотрите, что творится. На дню две стирки. Машинку, конечно, нам доставили сегодня. Большое спасибо. Вот такая помощь. Сейчас все стало дорого. Без машинки это у нас гиблое дело. Сестрам принесли годовой запас стирального порошка и продукты, которых должно хватить на неделю. Депутаты пообещали – стариков в беде не оставят. В следующий раз им привезут сушилку для белья и лекарства. Для них это очень важно. Ну, мы сейчас видели, сколько белья у них лежит, не стиран. Еще, говорят, это не все показали там и в шофонерах. Каждый человек может быть в таком положении, когда нужна помощь. Ну, все мы люди, все мы понимаем и готовы всегда прийти на помощь тем, кто нуждается. Для пожилых, одиноких людей, признаются сестры, важна не только материальная поддержка, но еще внимание и забота. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Самарской области приговор вынесли шести бывшим сотрудникам полиции. Их признали виновными в мошенничестве, превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. С 2015 по 2017 год полицейские задерживали лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков по месту жительства. Вещества изымались в отсутствии понятых, без составления необходимых документов. После доставления задержанных в отдел полиции, исполнители вызывали наркозависимых, которые эффективно выступали в качестве закупщиков и понятых. В рамках расследования сотрудники Следственного комитета допросили более 60 свидетелей. Провели свыше 30 экспертиз, 47 осмотров места происшествия, 20 очных ставок, 13 проверок показаний на месте. Уголовное дело насчитывает 120 томов. Суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет в колонии общего режима. В Самарской области по нацпроекту ввели в эксплуатацию 21 мост. В текущем году отремонтировали 5 мостовых сооружений на дороге регионального значения. Самара-Багуруслан, сообщает областной Минтранс. На автомобильной дороге от Радной Богатая, Бурская отремонтировали два моста. В Безенчукском районе в рамках ремонта участка трассы Никольская-Купина-Толстовка-Звезда с 9 по 18 километр в нормативное состояние привели мост через реку Сухая-Сарма и путепровод через железнодорожные пути. В Сергеевском районе Самарской области отремонтировали мост через реку Шунгут автомобильной дороги Кенель-Черкассы-Урал. В Самаре на будущей магистрали Центральная планируют установить пункт взимания платы. Планируется, что его разместят между Ракитовским шоссе и ЖД станции Дачная. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок. В пункте оплаты предусмотрено 10 кабиноператоров. Также на этой территории организуют стоянки. Предполагается, что там, в числе прочего, будут размещать задержанный и неисправный транспорт. Запланирована и площадка для кратковременного отдыха водителей. Кабины операторов установят таким образом, чтобы плату можно было взимать с обеих сторон. С тех, кто едет в направлении Ракитовского шоссе, и с тех, кто едет к обводной дороге. Сбор средств с водителями будет и ручным, и автоматизированным. Напомним, на этой неделе объявили торги на строительство первого этапа магистрали Центральная. Работы, которые продлятся с июня 23 по ноябрь 25 года, оценили в 8,5 миллиардов рублей. В Самаре состоится 25-й чувашский фольклорный фестиваль «Керсари». Праздник пройдет в Доме дружбы народов 19 ноября. Цель фестиваля – сохранение и возрождение чувашского языка, литературы, культуры, традиций и обычаев. Повышение профессионального уровня руководителей коллективов художественной самодеятельности. В праздники примут участие общественные организации «Чувашские фольклорные коллективы Самары области». Программа будет вестись на чувашском и русском языках. Праздник начнется в 12 часов дня. Самара примет участников ралли «Шелковый путь» 11 июля 2023 года. Крупнейшее соревнование по ралли-рейдам в Евразии пройдет с 6 по 15 июля через 13 субъектов Российской Федерации и пересечет 3 часовых пояса. В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях «Шелкового пути». Начнется ралли в Казани. Участники проедут через стартовый подиум на площади Тысячелетия. Далее через Республики Татарстан и Башкортостан караван достигнет Магнитогорска на восточном склоне Южного Урала. За счет сложного ландшафта эти трассы станут необычным опытом для всех спортсменов. С Урала гонщики отправятся открывать степные и равнинные скоростные трассы Оренбуржской, Самарской и Саратовской областей. Заключительным испытанием станут Донские пески Волгоградской области, а также Бездорожье и Броды Липецкой и Тульской областей. Финиширует ралли в Москве. В общей сложности протяженность гонки составит 10 дней. За это время участникам предстоит преодолеть 5230 километров. Природа, судьба людей, эмоции и спорт. В областной библиотеке открылась фото-выставка «Самарский взгляд. Избранная». Там можно увидеть 220 лучших работ фотохудожников из разных уголков нашей страны. Одной из первых на экспозиции побывала наша съемочная группа. Владислав Шерман с раннего детства увлекается фотографией. Еще мальчишкой снимал своих друзей и знакомых. И не задумывался о том, что хобби станет делом жизни. Сегодня его работы представлены в этом зале. Говорит, что больше всего любит снимать пейзажи и город. Локации выбирает самые разные. Вот эти вот четыре работы были сняты в Северноводске. Пошли просто в поле. Вот шли и шли. Вдруг вот мы тыкаемся на этот ручеек, который пахнет серым водородом. И в этот момент небо распогодилось, и я сделал вот эти кадры. И я считаю, что это в тот год, наверное, один из лучших моих кадров были. Ну, поэтому я их и предложил. В областной столице открылась выставка «Самарский взгляд. Избранная». Там можно увидеть лучшие работы победителей и лауреатов фотоконкурса «Самарский взгляд» за последние 12 лет. Центральная рубрика экспозиции события включает документальную и репортажную съемки. Мы нашли фотографии разных лет, и мы увидели историю за вот эти 12 лет. С позиции времени смотришь и, в общем-то, уже можешь дать оценку и понимание. Эта выставка, наверное, все-таки для зрелых умов и людей, которые имеют какой-то жизненный опыт. Также широко представлены разделы «Люди и повседневная жизнь», «Другая реальность», «Настроение города», «Природа и спорт». Каждый из них уникален по-своему. Я нисколько не разочарована. Действительно, выставка потрясающая. Потрясающие цимы подняты абсолютно разными. От социально острых до просто прекрасных, от которых легко и светло, до работ, которые заставляют глубоко задуматься и, наверное, даже отмечалиться. Работы авторов из разных уголков России можно увидеть до 26 ноября. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Музейное пространство «Истоки» Самарской библиотеки народов по Волжье принимает участие в первом всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Конкурс проводится в год культурного наследия народов России и направлен на сохранение и продвижение культуры народов. В настоящее время идет онлайн-голосование. Отдать голос можно до 20 ноября этого года в группе ресурсного центра в сфере национальных отношений в социальной сети ВКонтакте. Поставив отметку «Мне нравится» под видеозаписью от Самарской библиотеки. Напомню, детская библиотека «14» на Ленинградской «7» в прошлом году открыла свои двери после комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Общий фонд библиотеки филиала «14» составляет более 33 тысяч экземпляров. Из них более тысячи на национальных языках по Волжье. Весь фонд представлен для читателей в открытом доступе. Кроме того, в библиотеке проходят различные мастер-классы, лекции и видеопоказы. Наш фонд нашей библиотеки – это особая гордость. Здесь есть литература о различных традициях, обычаях, культуре разных народов. Есть книги на языках больше, чем 30 народов, проживающих у нас в Самарском Поволжье. Дети могут изучать язык. У нас есть словари, разговорники, книги по изучению языков. И читать книги на своем родном языке. От 2 до 4 градусов мороза и небольшой снег – такая погода ожидается в регионе в ближайшие дни. Чего еще ждать от ноября, синоптики рассказали нашему корреспонденту. Автомобилисты сменили летние колеса на зимние, а прохожие утеплились. Зима заявила о своих правах уже в середине ноября. Столбик термометра опустился ниже нуля. Снег пришел на смену дождей. И самарцы уже делают прогнозы на предстоящую зиму. Теплое, как в прошлом году. Тут уже три года у нас тепло. Долгое, холодное. До минус 38 точно дойдет. Ночью еще холоднее будет. Минус 38. Как апрель закончится, тогда и все. Мне кажется, зима будет теплой. Будет вот такая вот слякоть. Сильных морозов, мне кажется, не будет. Потому что птички прилетели не рано из леса. Много снега, но тепло. Из него можно лепить снеговиков. Светлая, чистая зима. Я сегодня очень порадовалась и вчера, что светлее стало в городе. Вот снег выпал, вроде теплее и светлее. Это радует. Больше 18 не будет, я так думаю. По причине того, что... Ну, как вот сейчас я вообще смотрю и слежу за вот этими погодными явлениями. И, в общем-то, на сильные холодные уже не рассчитываю температуры. Снежная, теплая, но не очень морозная. Ну, 20-25 всяко может быть. А что, холодно что ли? Мы не замерзаем. Пожилые люди не мерзнут. Мы привыкли. В отличие от горожан, Самарская метеослужба такие долгосрочные прогнозы погоды не делает. Говорит, наука в этом вопросе пока бессильна. А вот как сложатся ближайшие семь дней, судить вполне можно. И в ноябре, говорят синоптики, погода сюрпризов не преподнесет. Как правило, норма, да. Есть года, где, допустим, отмечается абсолютный минимум. А так, как правило, это все в пределах нормы. Да, есть года с теплым ноябрем, допустим, есть года с ноябрем, где температура достаточно низкая. В четверг и пятницу на этой неделе Самару и область атакуют очередной циклон. Осадки неизбежные. Причем снег будет идти то сухой, то мокрый. Возможен даже дождь. Ветер усилится. Температура воздуха в ночь с четверга на пятницу будет колебаться от нуля до минус пяти. Днем в пятницу ожидается от плюс трех до минус двух. Такая же погода сохранится и на выходных. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. В нижней части сетки четверть финала Кубка России по футболу могут встретиться две команды из Самарской области. Туда уже прошли игроки Тольяттинского Акрона через путь регионов, а самарские крылья советов попадут, если займут третье место в своей группе в пути РПЛ. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Футболисты Тольяттинского Акрона вышли в нижнюю часть четвертьфинала Кубка России по футболу. Накануне они победили Владикавказскую Аланию 1-0. Автор единственного гола – полузащитник Дмитрий Сасин. Он отличился на 55-й минуте. Акрон – первая за 17 лет команда из Тольятти, которая вышла в четвертьфинал Кубка России. Теперь им предстоит сыграть с одной из команд Премьер-лиги, которые займут третье место на групповом этапе. Команды, которые займут это третье место, определятся до конца ноября. На групповом этапе команды Премьер-лиги проведут еще по две встречи. Крыльям советов предстоит сыграть дома с московским «Спартаком» и воронежским «Факелом». Также в этом квартете еще питерский «Зенит». Самарцы сейчас на предварительном третьем месте, но в случае двух побед обеспечат себе выход в верхнюю часть четвертьфинала Кубка России. Баскетболисты Самары уступили на выезде саратовскому «Автодору». Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. Первую четверть Волжского дерби самарцы проиграли, но затем перехватили инициативу в свои руки. Но добиться комфортного перевеса не удалось. В начале четвертой четверти саратовцы сделали рывок, после которого самарцы вернуться в игру так и не смогли. 69-74 – поражение Самары, которое занимает пятое место в турнирной таблице. Хоккеисты «Лады» дома одолели Тюменский рубин в чемпионате ВХЛ. Справившись со стартовым натиском гостей, итальятинцы открыли счет на 10-й минуте. Роман Ивашов реализовал большинство, но тюменцы достаточно быстро отыгрались. Второй период прошел без заброшенных шайб, а на 54-й минуте Евгений Грошев вывел автозаводчан вперед. Преимущество удалось удержать до финального свистка. 2-1 – победа «Лады». Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Ленинском районе провели урок мужества. В гостях у православной гимназии побывали уникальные люди, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Ильин и Георгий Мадышев. Они познакомили детей с интересными страницами истории Самары в годы Великой Отечественной войны. Показали предметы быта и вооружения бойцов Красной Армии. Саперные лопатки, кружки, балаклавы, предметы личной гигиены, плащ-палатки, макеты оружия, обмундирование и даже старинный патефон стали экспозицией живого урока истории. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки рассказывают, в каком случае опека может не разрешить продать квартиру с детскими долями. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Отказ вероятен при покупке квартиры в строящемся доме. Пока идет стройка, у детей не будет нового жилья в собственности и возможной регистрации по месту жительства. Дарение доли в другой квартире до продажи. Родители могут заранее подарить ребенку долю в другой квартире, но опека и даже суд, вероятно, не примут этого внимания и не разрешат продать квартиру, потому что доля выделена до продажи, а значит, она у ребенка уже была, и после отчуждения доли его жилищные условия не улучшатся. Покупка квартиры в ипотеку. Большинство банков не разрешает выделять доли детям до полного погашения ипотеки. Если семья окажется неплатежеспособной, банк заберет квартиру, и дети останутся без жилья. Учитывая это, органы опеки отказывают в продаже детских долей и частичном погашении ипотеки на другое жилье. Если семья деньгами от продажи жилья с детскими долями полностью погасит ипотеку, опека может разрешить сделку. Администрация Красноглинского района Самары напоминает, что Новый год не за горами, и впереди еще один важный праздник – день рождения главного магистра, магии и волшебства Деда Мороза. И предлагает всем жителям района поздравить доброго дедушку. 18 ноября в своем телеграм-канале они опубликуют поздравительный пост, и в комментариях к нему читатели смогут прикрепить фото, видео или написать теплые пожелания. Комментарий, набравший наибольшее количество лайков, получит сюрприз от Деда Мороза и его помощников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова